Всем привет дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер Новая очередная серия строительства нашей землянки Предыдущие две серии, кто не видел, где-то выскочит плейлист Либо в описании ссылку можете найти После завершения этого ролика можете посмотреть Короче, вести в курс дело, те кто не в курсе Вот такой вид имеет наша землянка Сделали в прошлый раз лестницу, до этого сделали стены Сегодня планируем накрыть крышу В крышу я купил три таких, типа оргстекло называется Ну короче, пластмассовое стекло Планирую в крышу вставить стекла, чтобы был красивый вид Одно здесь будет, одно здесь, одно здесь Но с этой стороны будет просто дверь Очень много комментариев, ребята, было по поводу того, что нужно укреплять крышу Потому как накроете крышу, прикидаете чуть-чуть землей Будет большой вес, может рухнуть И действительно было принято решение Вот здесь, ну по краю лестницы такой еще столб сделаем Хотя, Калям, пройдись, пожалуйста, покажи То есть это бревно достаточно массивное Но есть вероятность, что оно однажды может загнить Кстати, наверное, тут тоже надо было закрепить Не, это мы закрепим обязательно Ну короче, да, все-таки столб поставим И потом уже начнем крыть крышу, устанавливать стекла Сегодня у нас в планах закончить, ребята, крышу Сделать дверь И у нас уже землянка будет запираться на ключ Ну что, короче, работы много Как обычно сюда пока добрались Там ехать надо, потом еще пешком идти Немало Уже, короче, сколько? 12 с чем-то, да? 12 часов 2 минуты 12 часов 2 минуты А вы езжали, мы же номер 8.30 Ну короче, полдня уже потеряно Поэтому надо торопиться Меньше болтаем Давайте, ребята, больше делать будем Потому что сегодня здесь не планируем ночевать Нужно максимально-максимально до темноты успеть Ну что, ребята, не прошло много времени Бревно готово Сейчас вот тут на полу землянки разметили Куда бревно закопать Кстати, многие писали, что сперва нужно было пол делать Потом лестницу туда-сюда Ну видите, ребята, был бы пол Пришлось бы сейчас опять уже дырку какую-то делать Когда будем ставить лестницу Она на самом деле очень массивная Если бы мы пол положили на пол лестницу То его бы скорее всего как-то выкрутило, да, Колян? Да, я не знаю, наверное Да, то есть лучше вот это все дело потом досочками торцануть Обшить Как, ну, полом, типа, как надо То есть пол, я думаю, уже будет делаться где-то после крыши И вообще, скорее всего, я в следующем видео буду делать печку А потом уже только после печки я начну делать пол Короче, пол, ну, реально всегда можно успеть постелить тут будет Все, Колян разметил Сейчас копаем сантиметров 30 Сюда, наверное, еще прикрутим какой-то такой, типа, подставочку Это все дело закопаем Ну и сверху там по необходимости торцанем сколько нужно будет И тогда уже реально крыша будет очень-очень усилена И будет надежно Потому что вес вот этой всей конструкции сверху реально очень тяжелый Если это все на меня или на кого-то другого рухнет Это будет, ну, это будет, короче, катастрофа века Аминь Аминь будет, рип Так, ребята, ну что, столб готов Там сверху сделали такой небольшой запил Конечно, не ювелирно это все дело сделали Но, чтобы оно как-то лучше держалось Тихо-тихо, вот тут не надо стучать Надо сверху стучать И топор главное, чтобы не ушатать Давай Надо было кувалду Отойди Не, криво, криво, косо стоит Давайте еще Оба, оба А ну иди подними его сейчас просто Да, давай, Колян, ты подними крышу Я буду как блогер с камерой стоять Ты держи, а я... Хорош? Ты хочешь, что он трюк голый? Все, примерно, ну, без уровня, можно сказать, что ровно Но это все-таки землянка Короче, сейчас еще это все подкопаем дело Решили глубоко не закапывать Потому как, на самом деле, оно будет держаться Чисто за того, что вот Оно уже давит сверху Плюс еще крыша ляжет И будет вообще вес А еще потом землей прикидаем Тогда тут пару тонн будет земли Ну, мы большой слой не будем сыпать Ну, короче, да Теперь точно могу сказать, что вот Надежно будет Вот этот расстояние сколько тут? Ну, около двух метров Может, даже нету двух метров, да? А, нет, наверное, есть Нет, два метра где-то Ну, и там, с той стороны метра Короче, я думаю, крыша, ребята, будет безопасная Пишите в комменты Ваше мнение Я думаю, что уже, ну, типа, больше усилять крышу Реально нет смысла Это сто процентов, что-нибудь Нема смысла Лид, Коля, знаешь, что мы с тобой забыли? В смысле? Что мы могли забыть? Как интернет мы сюда проведем? А зачем нам интернет? В смысле зачем? А в танки как играть будем? World of Tanks Выбор миллионов игроков В игре каждый день Происходят лютые замесы Две команды Три десятка танкистов И огромные карты Площадью один квадратный километр Штурмуйте улицы разрушенных городов Устраивайте засады в лесных массивах Или оставляйте следы от гусениц На песчаных холмах Жаркой пустыни В игре 5 классов бронетехники Попробуй каждый И найди свой любимый Снайперите на противотанковой самоходке Глушите врагов через всю карту на арте Проводите разведку местности На легких танках Идите в лобовую атаку на тяжелых Или выбирайте золотую середину Средний танк World of Tanks прекрасно оптимизирована И пойдет на любом Даже не самом новом компьютере Регистрируйся по моей ссылке в описании И получи крутые подарки Для быстрых побед Премиальный танк Т2ЛТ 7 дней премиума И 400 тысяч кредитов В бой, ребята Все Теперь они уже точно никуда не денутся И сверху можно будет нашивать штафеты Оно тут закреплено уже, наверное, на пару лет так точно Ну все, крепче, чем синие изоленты даже, да? Да Синие изоленты вообще где-то далеко курят в стране Ну все, ребята В принципе, балки закрепили Столб установили Осталось крыть крышу Вроде все просто Но мне кажется, что это сейчас займет немало времени Так, ребята, собираем мы понемножку оконную раму Я этот процесс не показывал Потому как не хватает очень оператора Все щели вот так герметично замазываем И потом Ну, короче, потом вы увидите, как окно будет Теперь что? Прислоняем эту досочку обратно сюда Так, клац Клац И теперь с другой стороны точно так же клац Да, сейчас, короче, закручу Потом, когда установим все наверх, ребята Я вам покажу уже, как будет окно Оператора очень сильно мне не хватает Я вам скажу Потому как работать и что-то сразу снимать Не всегда получается Сейчас вот пока Колян крутит саморезы Я могу вам показать, как это все дело выглядит В общем, с этой стороны у нас будет одно окно Сделали не совсем по центру Потому что вон там будет печка И если оно будет над печкой Ну, во-первых, оно не будет выполнять полноценно функцию окна Во-вторых, сам пластик вот этот С которого состоит, ну, типа окно Он может, наверное, пожелтеть Короче, вот так, как сейчас Как-то закрываем одну сторону Потом идемте, вам покажу Мы специально в магазине купили Вот такую штуку Вот, как это она называется Как она называется, правильно? Гидробарьер, короче Оно стелется на крышу Ну, по сути, как полиэтиленовый мешок какой-то, знаете Такой белые такие, знаете Как сахарные мешки или как По идее, как Если на крышу стелят, наверное, оно влагу не будет пропускать Но мы это все дело сверху еще закидаем землей Поэтому я думаю, что будет четенько Сейчас досками сперва зашьем всю крышу И только потом уже будем наверх стелить вот этот гидробарьер Ну и ставить стекла Вначале были кое-какие заминки Я уже начал переживать, что за сегодня мы не успеем Но сейчас, смотрите, все как по маслу пошло Единственное, что вот это отверстие, так сказать Мы выбирали по размеру стекла И оно, как бы, чуть-чуть не соответствовало нашим планам И вышла такая щель Придется сюда такую досочку вырезать Подгонять ее Под вот этот размер, чтобы закрыть вот эту щель Ничего страшного, все как по маслу идти не может Сегодня, кстати, уже не бензопилой пользуюсь А вот этой пилочкой Все-таки она удобная, чем каждый раз Дергать бензопилу, заводить Как бы такие штафеты вообще вот так Как по маслу режет Так что очередной раз спасибо подписчику, который меня подогнал ее Что, Колян, саморезов хватит нам? А саморезов 100% хватит Так, ну что, сейчас Кума зарядки хватит Кума, я думаю, хватит У нас, как бы, уже есть опыт создания оконной рамы Но все равно придется еще тут поиграться Потому что с этой стороны, ребята, будем делать уже два окна То есть одно вот здесь будет, второе вот здесь Интересно, кто-то затекал время, сколько нас ушло На вот эту вот часть крыши или нет? Нет? Где-то час, наверное 41 минута 50 минут ушло ровно 50 минут Ну, в принципе, процесс пока что быстро движется Что, Колян, какие прогнозы? Классная землянка у нас получится или нет? Мне кажется, что она будет вообще топовая Посмотри, с каждым разом она как-то преобразуется Пошли снизу посмотрим, кстати Дом, дем Держал, посмотри, вообще прикол Видите, ребята, о чем я говорил Вот это окно мы сдвинули еще сюда Потому что вот тут по центру мы сделаем печку Единственное, что я не знаю, как будет стена взаимодействовать деревянная с печкой Но мы, может, какую-то защиту поставим или что? Он тебе же говорил, алюминиевую... Да, фольгу можно, короче, будет Ну, короче, ладно Про печку это будет отдельная серия Там уже мы отдельно об этом поговорим Если что, вы что-то в комментах посоветуете Ну, что, прикольно будет? С этой стороны еще два таких Устряки, два окна больших с этой стороны Ты что, песня? Короче, я надеюсь, что сегодня мы уйдем уже с землянки И землянку закроем на замок Ну, да, я тоже... Мы купили, короче, ребят, сразу же замок, щеколду, короче Надеюсь, что и двери сегодня успеем взять Короче, посмотрим, потому что... Проблема в том, что уже очень рано темнеет Да, очень рано темнеет Сколько? В 5 часов уже темно Да, даже раньше Да, ну, в принципе, видишь, эту стенку мы пока что не закончили Но идет она быстро Да, следующая еще быстрее пойдет Надеюсь Потому что мы уже плюс-минус понимаем, что от нас хотят Что от нас хочет эта крыша, короче В процессе монтажа оконных рам, в которых еще нету Мы подумали, а насколько будет грамотно И функционально вот здесь ставить окно То есть мы заходим с той стороны Там дверь, лестница То есть для того, чтобы она подсвечивала лестницу Ну, как-то такое себе А что если вот реально вальнуть с этой стороны два окна? Что думаете, пацаны? Давай, примерим, короче, два окна вот здесь с этой стороны Посмотрим, что вообще получается Потому что реально, ну, с вот этой стороны Напротив лестницы окно Тут будет стол, кровать, там туда-сюда Тут оно как-то как будто кошерней будет Смотрите, как долго лежало стекло Уже аж припало листиками С той стороны листики Давай, примерим Плюс-минус на глаз там Ну, там печка будет Либо вообще с краю-скраю вот тут ставить его, понял? Да, вот очень с краю разве что Вот так вот, наверное, лучше Да, вот, наверное, вот так и сделаем тогда А то сделаем напротив того Да, это самое то А что ты думаешь, Коля? Спустись в дырку Спустись вниз Давай, я сейчас спущусь вниз, короче Смотри, нам тут не надо Можно два окна сделать Возьми дошли Зачем делать два окна, если мы уже взяли три вот этих оргстекла И их надо три использовать Зачем мы вот брали три, чтобы поставить два окна? Больше света будет внутри Да, вот это мы подальше от стенки Потому что, ребят, здесь будет печка Все-таки, ну Да, вот так Шикарно будет Да? Да Реально света больше в землянке будет А здесь получится вот так Да, где-то вот так Как-то у нас, видите, балки Ну, короче, балки мы реально как-нибудь на глаз поставили А вот Выходит, что здесь, видите, лицуется практически Окно с балкой А здесь большое Не-не-не-не-не Вот это надо, короче, так, Денис, как ты ставил Да, где-то вот так Вот Вот примерно линия вот так Вот так где-то она и будет стоять А то вот так пусть и стоит Оно все-таки, ну, будет немножко света добавлять в землянке Не, было бы, конечно, кошерно вот так по центру Ну, ребят, печка тут будет Непонятно, что с этим пластмассовым стеклом случится Надо будет вот это позаметать Землю, с чем-то щели позаделать Напишите, кстати, в комментарии, чем можно вот эти щели позаделать Потому что вот в природе бревна не идеально ровные Короче, вот так вот будет два окна с вот этой стороны Блин, косяки видно сразу вот С кривыми торцами сюда ставили Ну, уже ладно, как есть, уже переделывать не будем В общем, вот окно Вот окно Но, кстати, вот это надо было все-таки смещать чуть-чуть сюда Потому что вот так частично угол закрывает Балка вот эта Так, ну что Надо будет здесь еще ниже немножко зашить Чтобы вот этого всего видно не было Но двери, ребята, я, наверное, уже сегодня не успею сделать Сейчас уже темнеет Мы как-то вроде все время работали, не отдыхали Но как-то вечер начинает подкрытаться незаметно Колян, сколько время? 4.10 В принципе, еще, ребята, минут 30 можно поработать И будет уже полностью темно Поэтому предлагаю вот эти 30 минут, что у нас остались Потратить на то, чтобы зашить вот здесь все пониже А завтра я, наверное, уже сам приеду Либо с кем-то другим И закончу двери И надо будет накрыть крышу И хотя бы присыпать землей Короче, как-то вот так Ну что, пацаны, давайте еще тут пару досок сейчас зашьем И на сегодня, наверное, уже будет все Колян, что там? Комментарии по землянке Да не Под низ, да Что, комментарии по землянке Ну что, классно все получается Где говно? Тут я просто включил камеру на слове говно Это не говно, кстати Это какой-то клеш или хуй А-а-а Не, бумаж какая-то В общем, Колян Что мы будем на костре сейчас готовить Подписчикам интересно Сезоны будем сейчас Показывай, показывай, что мы будем Короче, ребят, реально проголодались День как-то незаметно пролетел Конечно, глупо вот это каждый день Тратить кучу времени, чтобы сюда доехать Потом еще около часа, наверное, идти Потом обратно такой же путь держать Глупо, ребята, но Колину завтра на работу Денис тоже занят Короче, один я бездельник-блогер Поэтому буду, короче, возвращаться Еще будем жрать сыр российский Сыр российский На сосиски будем ложить на решетку Вот так Поливать все это соусом И заедать хлебушком Все, офигенная у нас кухня Кстати, хлеб такой с чесночком Вкусный, прикольный, только твердая корочка В общем, сейчас перегорят угольки Мы приготовим вкусные сосисочки Ну, не будем вас обучать Как сосиски жарить Я думаю, вы сами, пацаны и девчата умеете Короче, просто как пожарим Покажем Да и будем, наверное, отправляться домой Еще, ребята, хочу выразить Большую благодарность своим партнерам Компании МТАК Которые спонсируют меня вещами Они делают милитари-одежду Там, для туризма Очень много всякого всего Я с ними сотрудничаю уже около года Они меня вот постоянно на видосы С ног до головы одевают шмотками Вот, смотрите, полностью я в МТАКе одет Ссылки на всю свою снарягу Всю свою одежду от МТАК я оставлю в описании Кому интересно будет И хочу вам пожаловаться, ребята Что крутейшие МТАКовские штаны Я герметиком сегодня запачкал Я не знаю, или это, короче, как-то можно будет отстирать потом Или оттереть Пишите в комментарии Потому что штаны от МТАК реально очень крутые Жалко их И хочется, ну, как бы Их как-то восстановить Мне, конечно, МТАК новые дадут Но пока они мне новые не дали Надо как-то в этих ходить Не хотелось бы, чтобы, знаете, вот Такое пятно было Как будто меня кто-то очень рад видеть был Костер перегорел И сосисочки наши уже жарятся А пахнет В общем, ребята Мы разрезали одну сосиску Она готова Не, братан, надо, чтобы кошерно было На каждый кусочек вот тогда По отдельному кусочку сыра Все, вот так их раздвинуть надо еще Пару минут для того, чтобы Сырок так малость расплавился, ребята Ну, как раз три куска осталось нам в харю сейчас В харю Покажи, как мы будем есть их сейчас Какие-то нормальные люди Да, все, короче, еще чуть-чуть Сейчас сырок расплавится Вот так обвернет сосисочку И можно кушать В общем, ребята Всем, кто кушает при просмотре данного видеоролика Желаем приятного аппетита Мы тоже кушаем И валим домой Ну что, друзья Наступил уже новый день Сейчас, наверное, первым делом займусь тем Что буду ставить наверх сюда уже стекла Потом буду заниматься изготовлением и установкой дверей Вообще, как-то надо будет вот эту всю часть зашить Но решил именно со стекол начать Потому как герметику нужно будет дать время просохнуть Прежде чем я буду, так сказать, крышу уже присыпать землей Надеюсь, что сегодня герметик достаточно нормально просохнет И я смогу уже, как бы, сегодня все присыпать землей Сейчас буду клеить окно герметиком И хочу сразу вас всех предупредить Что я, в принципе, не строитель Я, как бы, ну, не умею это делать Здесь, конечно, да, ума много не нужно Возможно, я где-то что-то не так сделаю Возможно, где-то не супер ровно, не супер красиво Но еще раз повторюсь Я не строитель, я просто вот для себя делаю Так, смотрите Я вот тут накрутил такие саморезы Типа направляю еще, чтобы я вот так мог Поставить стекло И оно стояло В общем, сейчас будем отдирать вот эту вот защитную пленочку Я думаю, только с внутренней стороны можно отдирать Хотя, наверное, с наружной тоже придется Вот так вот Ух ты, смотрите, какое у нас чистое стекло Я, конечно, думал, можно стеклянное поставить Но побоялся, что вдруг там какие-то осадки жесткие будут Типа град или еще что-то И, ну, как бы, это может, наверное, разбить стекло А у пластмассового есть, как по мне, преимущество небольшое Что оно, как бы, может гнуться, а не ломаться Поэтому, короче, выбрано было именно такое решение Так Наверное, надо было сперва промазать герметик А потом уже отдирать стекло Давайте его где-то в сторону пока что отложим Так, берем герметик Надеюсь, что с ним ничего страшного не случилось Потому что мы его вскрыли вчера А используем уже только сегодня Вчера вот эти щели мы промазывали Сейчас я их еще по второму кругу промажу Вот так чуть-чуть Еще раз говорю, ребят, я не строитель Я, как бы, ну, понимаю, здесь Много умения не нужно Но я не притыканный, чтобы, знаете, как-то красиво Вот это все мазать герметик Потому что, как по мне, это, ну, нужен либо опыт Либо вот талант какой-то, знаете, с рождения Мазать красиво герметик Так, и чистенькой стороной Ложим аккуратно вниз по нашим направляющим Которые я тут заранее заготовил Блин, вижу уже Местами очень много промазал герметиком И он попал внутрь Как-то так, знаете, вроде аккуратно мазал Но что-то не подумал, что оно сильно вот так распластается Все, особенно вот этот угол вообще такой получился залитый Блин, я тут не достану Наверное, сейчас попробую встать на что-то И по возможности как-то немножко его вытереть О! Все, ребята, изнутри потер А вот не потер Остатки вот эти Кстати, с той стороны их так вообще не видно, как с этой страшно В общем, когда оно все засохнет, в другой раз Нужно будет как-то аккуратненько, наверное, каким-то лезвием обшкрябать А сейчас еще, наверное, вот как вот здесь получилось Само по себе Со всех сторон еще залью углы таким максимальным-максимальным слоем Чтоб наверняка туда уже влага не проникала Ну что, ребята Стекла я уже приклеил Остатками герметика, которые оставались Я залил сверху это все дело Чтоб максимально-максимально это все защитить от влаги И сейчас приступаем к изготовлению дверей Сильно там выпендриваться с дверью не буду Сделаю простую дверь Просто сколочу несколько досочек между собой В общем, решил, ширина двери будет 70 сантиметров Вот как раз вот так по край руки Думаю, то есть как раз плюс-минус там стандартный человек пройдет И буду набирать их, короче, не с длинных таких этих, а с коротких У меня вот с вчерашнего дня осталось очень много коротких А длинные еще, в принципе, ну на что-то пригодятся Потому как лишних, наверное, стройматериалов во время строительства не бывает В общем, сейчас отрезаем первый кусочек такой 70 сантиметров Так, ну все, вот такая вот ширина двери будет Нужно мне таких дощечек где-то 14 штук Высота двери будет 1,40 м, ширина 70 Короче, вот, насобирал остатков Если не хватит, пойду еще вокруг землянки пройдусь Там еще, в принципе, убирать и убирать можно те остатки вчерашние короткие Все, ребята, выложил вот так вот двери Сейчас взял ровную штафету, по этой стороне так поровнял немножко Сейчас тут больше для виду, знаете, постучал, потому что до того, как включить камеру, я это все дело выровнял И сейчас будем прикручивать для начала вот две вот такие вот эти прикручу Я сейчас надеюсь, я буду прикручивать, оно все выровняется Потому что земля неровная Здесь, в принципе, ровной поверхности такой идеально Я, наверное, нигде не найду Сейчас буду по одной прикручивать Как-то стараться делать, чтобы здесь минимум щели оставался Ну и потом как-то вот эту часть внутри надо будет усилить И желательно так, чтобы это хоть как-то красиво минимально выглядело Единственное, что из минусов Сейчас очень сильно прижимать шуруповерт нельзя будет Вчера, когда мы крышу собирали, я некоторые так сдуру закручивал, что они с обратной стороны повылазили Придется их потом как-то болторезом выгибать Ну, короче, будет некрасиво, так что надо стараться как-то, ну, сдуру не прокрутить насквозь Потому как саморез 35-ка, толщина доски 20-ка Минимальное давление, когда саморез входит внутрь, все, он уже, короче, с обратной стороны Вот так вообще, еле-еле наживил, можно сказать Только вот эта шляпка с доской соприкоснулась, я сразу перестал крутить Ну что, в общем, не вижу смысла целиком показывать, как я буду собирать Потому как это достаточно, наверное, такой скучный будет процесс Ну, краснодеревщиком меня назвать, наверное, будет сложно Вернее, ни у кого язык не подымется Но такая вот себе простая дверька будет в земляночку В принципе, я ее еще не подымал, но мне кажется, конструкция, что ты что, надежная, крепкая Ничего с ней не случится Ну и как обещал вам, ребята, покажу, как я тут загадил стекла, вернее, будет сказать Ну, короче, тут так по-жирному замазал Вот такую перемычку, ребята, поставил Сейчас надо будет примерить сюда дверку Может быть, как-то перекрутить перемычку И вокруг этого всего нужно уже будет выстраивать коробку На которой будет, собственно, висеть или крепиться, за которую будет моя дверь Ребята, дверь чуть-чуть пришлось переделать Потому как, когда начал крепить петли, стало понятно, что что-то я, короче, не так сделал Ну, в принципе, не без этого Смотрите, петли я собирался крепить на такие вот болты Потому как саморезы, ну, я понимаю, что в мою землянку при большом желании попасть сможет практически любой, кто ее сможет найти Но все же хоть как-то вот по-людски надо было петли прикрутить И поэтому решил на такие болтики, ну, и здесь законтрагаить Для того, чтобы с этой стороны, в принципе, ну, это не так легко было открутить И проблема в том, что вот эти болты я взял достаточно короткие И они насквозь не проходили через вторую вот эту, так сказать, планку И пришлось сделать вот такие вот отверстия, чтобы оно вот туда сейчас топилось Ну, и, как видите, по одной штафете пришлось открутить Вот эту уже обратно поставил И сейчас давайте с вами, ой, вот так вот эту поставим Она вот так плотненько сидела Теперь переворачиваем дверку и вот эти штафетины прикручиваем обратно Вот изнутри, вот так как-то это все дело будет выглядеть Вот эту балку, и кто помнит, она была вот здесь Я ее немножко сместил сюда, чтобы не строить коробку Вот эти две такие балки, мне кажется, они будут достаточно прочными И на них очень хорошо будет сидеть дверь Сегодня помощничек мне не помешал бы, потому как самому какие-то конструкции Вот вроде дверка не маленькая, но она тяжелая, ребята И, ну, как бы поднять ее можно, это не проблема Но вот какие-то, знаете, тонкие ювелирные движения с ней делать не очень удобно Ну, ничего, справимся Как-то вот так все выглядит дело Давайте покажу, как изнутри Боже, а срач-то какой Ну ничего, сейчас покажу, стройка идет Нет особого смысла Честно говоря, ребят, еще изнутри сам ни разу не открывал эту дверь Давайте вот с вами вот так идем Вот так буду показывать Вот так вот идем Ну, конечно, да, немножко неудобно открывать Потому что, получается, рукой беру верхнюю часть двери Куда удобнее было бы посередине Но, чтобы посередине Вот давайте посмотрим, чтобы посередине открыть Конечно, неудобно, да Все-таки такая лестница вверх в этом плане была бы удобнее Но, в целом, я считаю, что спускаться по такой лестнице В перспективе будет куда удобнее Комфортнее И, ну, всего лишь из минусов Это то, что да Дверь не очень удобно открывать Но куда удобнее по такой лестнице подниматься Сейчас уже, наверное, пора будет накрывать Все вот это дело Гидра... Как она там штука? Это, короче Это штука, что не пропускает воду Вы поняли, ребят Сейчас уже сколько? Пол четвертого Еще час и темно будет Ну, и присыплю немножко землей Землю, думаю, засадить Травой какой-то Семена какие-то взять Такие, чтобы зимой им ничего не было Знаете, на весну уже травка такая красивая выросла Либо же другой вариант есть Накопать дерна То есть, вот такие квадраты травы Вроде дерна называется, если не ошибаюсь И просто, ну, засыпать землей А потом сверху дерном Короче, пишите в комменты Потому что в любом случае Сегодня я постараюсь засыпать землей А в следующий раз уже Исходя из ваших комментариев, ребят Я буду решать Либо же дерн Либо же трава Трава, мне кажется, кстати Если какую-то красивую Такую породистую, знаешь, траву Я, кстати, не знаю Бывает породистая трава или нет Короче, если посажу траву Будет реально вид красивее Но это будет уже весной А дерн можно, в принципе, в этом году сделать Хотя в этом году, я думаю Можно и просто листиками закидать Короче, пишите комменты Я буду читать их И будем как-то что-то предпринимать Что-то делать И так далее И тому подобное Конечно же, блин Из минусов Еще остались вот эти штуки Не зашиты Но это уже, наверное, другой раз Где-то приду Что, ребята, выходим И давайте еще, кстати Ну, дверь же я землей не буду закидывать Потому что я вот так открывать буду И Кстати, смотрите Если я дверь отпущу Она туда просто упадет Нужно тут какую-то подпорку Сейчас еще будет сделать Но это, ребята, будет потом Ведь сейчас Я думаю С помощью такой вот штуки Блин, зажигалка перестала работать Представьте Ух, такой звук Блин, я думал Сейчас эффектно так будет Блин, сейчас весь газ выйдет Это, конечно, та сцена Которую должен выполнять Супер Сус Кстати, по поводу Супер Суса Постоянно пишите по поводу Суса Кто-то говорит Зови обязательно Кто-то говорит Ни в коем случае не зови Что делать, ребят Если, ну Хотите, я позову Суса Я бы, например, лично хотел бы Позвать сюда Супер Суса Чтоб он что-то тут Ну, не жег Сжечь лучше я буду Хотя, конечно, ему эта роль Лучше подходит Короче, решил немножко Вот таким примусом Типа Обжечь дверь Чтоб придать ей вид Потому как, ну, землей и травой Она засыпаться не будет Давайте посмотрим, что получится Все, ребята Уже практически закончился газ Баллон был неполный Мы им пару раз костер разжигали Так, чтобы, знаете Для удобства быстрее было Чтобы не тратить много времени на костер В общем, надо будет в следующий раз Пару баллонов взять Еще надо как-то будет Изнутри это все дело обжечь Правда, я уже стекла эти поставил Не знаю, как это все дело будет Но посмотрим Кстати, спасибо за совет Обжечь дверь Кому-то из подписчиков Не помню, кто писал в комментах Но кто-то писал Обжечь Внутри все И двери И, в общем, спасибо тебе Дружище за совет Еще, ребята Давайте уже выключу Все равно уже Ну Толку-то сегодня Все равно Дверь до конца не будет Обожжена Как-то вот так Это все дело выглядит Ну, чуть больше половинки Обжег Снизу, конечно, так Не очень качественно Но Это все дело исправится В общем, ребята Вопрос на следующую серию Как грамотно Сделать здесь вентиляцию Чтобы Просто я там не задохнулся Когда печку затоплю И лягу спать В общем, пишите в комменты Я в вентиляции не разбираюсь Не просто пишите как Напишите мне Хоть, чтобы я минимально Понимал, что именно так Надо Точнее, почему именно так надо В общем А мы что? А мы сейчас убираем Весь инструмент Снесем его сейчас в кучу Потому что сейчас потемнеет Чтобы его потом Не искать тут По всей вот этой полянке И начинаем накрывать Нашу земляночку Как-то так Ну что, друзья Как бы я не хотел Закончить сегодня Но на улице уже темно И, честно говоря, под фонарик Как-то не очень хорошо Закапывать Тем более, что я понимаю Что это еще Нифига Не на полчаса работы В общем, тут малярной лентой Выделил места, где Вроде как окна Ну, не вроде как Они там точно есть С той стороны И, наверное, я сегодня Остану здесь ночевать А завтра уже Проснусь Закончу И поеду домой Раз, когда сюда приду Я вот так По контуру стекла С таким небольшим Кто-то закрыл Какими-то сухими ветками Ставить лайк Кто не смотрел предыдущие серии Ищите в описании Либо в подсказках Ссылку на Плейлист Короче, где все серии С этой землянки Кстати, сегодня такая Еще балдежная погода Надеюсь, в следующий раз Сюда, кстати, приеду И уже будет Золотая-золотая такая осень Знаете, когда все деревья Желтые листья падают Короче, если не на следующую То на последующую Уже точно это все дело будет Короче, все Всем, ребята, пока